И вот соединяем в круг. Все. Соединили. Я сейчас временно провяжу еще одну петлю, закреплю. Покажу, что получается у нас. Вот так получается. Вот здесь будут у нас ушки. Сюда мы свяжем резинку по кругу. И вот очень даже удачно у нас сделалось закруглением. Вот таким образом. После того, как мы с вами соединили в кругу, вот последнюю петлю соединили с противоположной стороной, мы должны с вами связать отверстие для шнурка. Две петли провязываем вместе. Накид. Значит, поскольку я вязала классическими, мне придется развернуть. Вы смотрите, как у вас петли лежат, как вам удобно. Так и провязываете. Накид. И две петли вместе. Будем делать отверстие. И так вяжем по кругу. Если у кого в конце остается одна петля, ничего страшного. Делаем накид и ее провязываем. Так и вот здесь должен быть еще один накид между этими петлями. Вот здесь, между этой петлей и этой, должен быть еще один накид. Дальше все провязываем только лицевыми петлями. Следующий круг. Вот получаются отверстия. И так вяжем по кругу. Ну вот. Закончил я очередной ряд. Сделаны отверстия. И дальше можно было бы вязать манишку. Но очень широко. Мы же набирали на окружность головы. И нам нужно перейти на окружность шеи. Значит, вот есть такая таблица. Еще одна. Можете делать скриншот. И вот тут написано. Обхват шеи. Вот это последняя строка. Это, для тех, кто не знает русский язык, это окружность шеи. Здесь. Так. Вот я вяжу на 3 месяца. Значит, у меня окружность шеи 23 см. Вот это окружность шеи 23 см. Значит, как в начале видео, я показывала расчет. У меня 8 с половиной сантиметров. Это 15 петель. А сколько петель мне нужно набрать на окружность в 23 см? Х. Умножаем 2 числа. 23 на 15. И делим на 8 с половиной. 345. 40, 58. Округляем. 41 петля. То есть, вот на эту окружность, на шею, мне нужно набрать 41 петлю. Вот у меня здесь, по окружности, 62 петли. А мне нужно, чтобы осталось 41 петля. Получается, 21 петлю мне надо убрать. Как я рассчитываю? Как я рассчитываю? Я не знаю, правильно рассчитываю или нет, но у меня совпадало всегда. Общее количество, которое у меня есть на данный момент, делю вот на этот. Получается примерно три. Значит, я должна провязать вместе третью петлю и перед ней петлю. То есть, я одну провязываю, а вторую и третью провязываю вместе. Одну провязываю, а вторую и третью провязываю вместе. После того, как сделали убавление, вот я убавила, у меня осталось 41 петля. 41 петля. На всю окружность. И я буду вывязывать, вязать манишку регланом. Как рассчитывать реглан? Я вам уже неоднократно показывала. Значит, вот это перед. Это спинка. Это рукава. От этого количества, от всего. Вычитаем по одной петле. Кто по одной делает линию реглана, кто-то по две петли. Вот если по одной петле здесь будет. Значит, вы из 40 одной петли, то есть из всех петель, вычитаем петли реглана. 37 петель получаем. И делим на 3 части. 37 разделить на 3. Получаем, так, 12. 12 плюс 1 в остатке. 12 идет сюда. Одна часть. 12 петель. Сюда идет тоже одна часть. И 12 петель пополам. По 6 петель. То есть половина части. И одна петля у нас остается. Плюсуем вперед. 6 петель для ребенка много. Мы половину отсюда уберем. И отсюда. Значит, 3 петли вычитаем. Прибавляем к спинке. 3 петли вычитаем. Прибавляем к переду. Вот такой расклад. Если вы на линию реглана оставите по 2 петли. Какой там у вас узор будет. Кому-то нравится по 2 петли. Значит, от 41 отнимаем 8. Получаем 33. И 33 делим на 3 части. Получаем 11. 11. Значит, тогда у нас 11 сюда. 11 сюда. И 11 пополам. На рукава. То есть 5 петель. Сюда. 5 на этот рукав. Это мы вот эту часть делим. На 2 рукава. Одна петля остается. Либо к спинке, либо к переду. Это без разницы. И опять же, от 5 вы вычитаете половину. Ну, допустим, 2 петли вы вычтите. И здесь 2. Одну двойку вы кидаете вперед. Другую двойку вы кидаете на спинку. И плюсуете вот сюда. В принципе, расчет я этот показывал. И вяжете. Значит, делите тут на сколько частей там. На сколько у вас разделится по одной, по две петли. И вяжете укороченными рядами. Частичным вязанием. То есть, проходите сначала спинку. Добавляете вот сюда петли. Сюда петли. И захватываете первые. Потом возвращаетесь. Здесь добавили вокруг линии реглана. Захватываете эти петли. Возвращаетесь. Опять же. В изнаночном ряду не добавляете. Только в лицевых. Либо наоборот. В изнаночных добавляете. В лицевых в рисунок вводите уже эти петли. И так. Частичным вязанием вяжем росток. Значит, я на этом заострять внимание не буду. У меня уже реглан я во многих видео показывала. Рассчитывайте, вяжите сами. Выбирайте узор. Я буду вязать простыми лицевыми петлями. Лицевой гладью. Вот в плече. Я забираю. Вот у меня плечо. Здесь было 3 петли. Делала добавление. Вот забираю последнюю петлю. Поворачиваюсь. Ее снимаю типа с накидом. И теперь один ряд провязываем без добавления. Видите? Я не добавляю. И вяжем по кругу полностью. Значит, кто не понял, как вязать росток вот здесь на спине. В одном из роликов я показывала вот такой джемпер. Вот такой пуловер джемпер. И я вывязывала очень подробно росток. Значит, ссылку я под видео дам. Пожалуйста, смотрите, учитесь. Я здесь заострять внимания больше не буду. Итак, вяжем по кругу. И перед берем. Тоже обвязываем. Вот у меня перед. Я его тоже провязываю. Вяжем по кругу. Вязали в изнаночном ряду. Вот мы ее последнюю провязали. И у нас в плече, вот это плечо. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Было у нас три. Мы делали добавление. Вот шесть петель получилось. И вот теперь в этом круговом ряду делаем добавление. Перед линией реглана из протяжки добавляем петлю. Я снимаю, потому что тяжело провязывать. Потом линия реглана. Вот она. И с другой стороны тоже добавляем из протяжки. Дальше вяжем спинку. Довязываем спинку до линии реглана. Здесь тоже мы перед линией реглана добавляем из протяжки петлю. Вот линия реглана у нас. Провязываем ее. После линии реглана тоже добавляем петлю. Плечо провязываем. Здесь тоже добавляем. После линии реглана тоже добавляем петлю. Теперь провязываем петли переда. Измерим все. Песнями нев share. Подпишимся. здесь вот у нас перед здесь мы добавляем провязываем линию реглана здесь мы тоже добавляем так и у нас получается на плече 1 2 3 4 5 6 7 8 в плече в этом плече у нас тоже 1 2 3 4 5 6 7 8 и круг вяжем без добавлений вот мы уже не добавляем здесь линию реглана провязываем и здесь не добавляем то есть в одном ряду мы добавляем в круговом вокруг линии реглана здесь добавили здесь дома в следующем круговом ряду не добавляем потом в следующем круговом добавляем в следующем круговом не добавляем то есть у нас идут как лицевой ряд изнаночный но поскольку мы вяжем по кругу у нас все петли перед нами лицевые то один ряд будет считаться как изнаночный один лицевой надеюсь это понятно и так вяжем по кругу чередуя прибавление и без прибавлением ну рядов 10 вот сюда рядов 10 больше не надо примерно 10 рядов потому что у нас будет еще обвязка крючком вот и так вяжем по кругу довязала я последний ряд без добавлений вот 10 рядов провязала значит напоминаю один ряд мы вокруг линии реглана добавляли петли следующий ряд провязывали без добавлений пояс не добавляли потом опять добавляли следующий круг не добавляли так теперь мы все эти петли должны закрыть кто хочет закрывает крючком кто хочет спицами так у меня последняя петля все начинаю закрывать кому как удобно итак закрываем по кругу все петли и так закончила я обвязку и вот в линию реглана так соединяем теперь вывязываем 4 воздушные петли 1 2 3 4 и считаем 1 2 в третью петлю столбик без накида столбик без накида то есть вяжем арки 1 2 3 4 1 2 1 2 пропускаем под третью столбик без накида 1 2 3 4 2 петли пропускаем 1 2 под третью петли столбик без накида и так вяжем по кругу вот такие арки будут заканчиваю последнюю арку соединяем кстати обращаю ваше внимание что вот этих арок должно быть четное количество если у вас не получится четное количество значит вы где-то пробежите через две петли а где-то через 3 1 2 3 а в четвертую провяжите соединение теперь переходим в арку 3 воздушные петли 1 2 3 и вывязываем еще три столбика с одним накидом получилось в итоге 4 столбика с накидом 1 2 3 4 в следующую арку вывязываем столбик без накида после сторонник 2 1 2 4 и вывязываем столбик без накида В следующую арку столбик без накида. В следующую 4 столбик 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. И так вяжем по кругу. И вот видите, одна арка столбик без накида в следующую арку 4 столбика. То есть это рапорт. Количество арок должно быть чётным. Заканчиваю ряд. И вот сюда под петли подъема соединяю. И мы должны попасть... Вот здесь у нас 4 столбика. Вот 1, 2, 3, 4. Вот между вторым и третьим должны попасть петлями перехода. И сюда. 1 воздушная. 2, 3, 4. Вот у нас столбик без накида. Вот сюда мы вяжем столбик без накида. 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И между столбиками. И так вяжем по кругу. Навязывая ряд до конца. Вот мы начинали арку. И вот сюда же рядом соединяем. Переходим в арку. 1, 2, 3. Вывязываем столбик с накидом. Еще один. И еще один. 1, 2, 3, 4. Сюда в столбик вяжем столбик без накида. А в следующую арку опять 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида. Столбик без накида. Вот. И так обвязываем. В принципе, обвязывать можно по-разному. Кто какой узор найдет. Вы на меня не ориентируйтесь. Можете в интернете поискать. Схем много. И можете сделать обвязку на свое усмотрение. Я вот этот ряд довяжу и закончу. А вы можете еще ряд провязать. Кому как нравится. После того, как вы закончите манишку вязать. Какой она у вас длины получится. Мне этого достаточно. Выворачиваем наизнанку. Вот у нас уши отмечены. Находим середину. Прикладываем четко, чтобы было. Находим центр. И сшиваем. И сшиваем вот за эти протяжки. Трикотажным швом. Я уже неоднократно показывала как трикотажным швом сшивать. А вот здесь. Здесь желательно по центру и на лобной части и на затылочной. Вот их потуже немножко. Вот. И сшивайте аккуратно, чтобы у вас совпали вот эти маркеры. Ушки. Здесь и здесь. Ну вот сшила я вверху шапку и вот ушки получились такие. Теперь что делаем. Беру спицы. Три с половиной миллиметра. И буду вязать резинку один на один. То есть одна лицевая, одна изнаночная. Мы оставляли два с половиной сантиметра сюда. Вот я оставлял два с половиной. Но поскольку она у меня будет двойная, мне надо связать пять сантиметров. Я свяжу пять сантиметров. Заверну и прикидываю. Значит я вам уже не буду показывать как вязать резинку. Вы уже сами прекрасно знаете. И как кетлевать. Я тоже не буду показывать, потому что я уже показывала. И можете найти в ютубе как кетлевать. Здесь ничего сложного нет. Теперь мы с вами должны связать шнурок, чтобы продеть в отверстие и вот здесь бантиком завязать. Какой длины шнурок нужен? Ну во-первых, нужно такой длины, чтобы голова прошла. И во-вторых, сделать завязку. Как рассчитать? Берем окружность головы. Вот у меня 38 сантиметров. 38 сантиметров. Плюс на бантик. Ну бантик, допустим. Еще 15 сантиметров на него. Получается 53. И вот эту длину надо умножить на 3. 159 сантиметров. Вот мы должны, я должна по крайней мере нитку взять 159 сантиметров. Чтобы у меня получилось 53 сантиметра вот такого шнурка. Отмеряю. Вот у меня 150. Еще 9 сантиметров. И в запас чуть-чуть возьмем. Берем крючок. И вот эту часть, которую мы отмерили. Укладываем слева. Повязываем петлю. Дальше. Дальше. Вот эту часть, которую мы отмеряли. Делаем накид ею. И 2 петли провязываем. Опять накид. И 2 петли провязываем. Накид. И 2 петли провязываем. Накид делаем к себе. И провязываем. Вот и у нас получится вот такой шнурок. Ну вы провяжите дальше и посмотрите. Ну вот связала я этот шнурок. 52, 53. Ну трикотаж он тянется немного. Вот такой хвостик остался. Перед отрезаем. И завязываем. А эти хвосты убираем внутрь иголкой. Прям внутрь шнурка. Ну вот такую шапочку мы с вами и связали. Резинку конечно можно было бы и побольше сделать. Не 2,5 см как я. А побольше. Ну это уже на ваше усмотрение. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.